МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня мы поговорим о лидерстве. Кто такие лидеры и нужны ли они вообще? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По традиции в этом вопросе мы будем разбираться с нашими зрителями и экспертами. Я хочу представить депутат Законодательного собрания Тверской области и в недавнем прошлом глава Твери Олег Лебедев. АПЛОДИСМЕНТЫ Руководитель Центра молодежной политики Технического университета Александр Иванников. Руководитель Общественной организации танцевального искусства Светлана Рыбина. АПЛОДИСМЕНТЫ И, конечно, психолог Оксана Цветкова. АПЛОДИСМЕНТЫ Начальник отдела по делам молодежи администрации города Твери Евгений Петров. АПЛОДИСМЕНТЫ Организатор молодежных лагерей актива Алина Митрохина. АПЛОДИСМЕНТЫ И председатель первичной ячейки общественной организации «Молодая гвардия» Николай Чевган. АПЛОДИСМЕНТЫ Кто такой лидер? Какими качествами он должен обладать? Ну, лидер – это человек с очень сильными человеческими качествами, очень развитыми. И такие люди должны вести всегда более слабых людей. Так что они всегда нужны лидеру. В первую очередь, лидеры должны обладать качествами такими, чтобы им люди могли довериться, чтобы они могли показать, как нужно идти, как нужно себя вести и следовать другим. Я думаю, что лидер должен быть в себе уверен, и чтобы другие люди тоже в него поверили и шли за ним. Ты хотел бы быть лидером? Ну да, каждый человек хочет быть лидером. А ты что-то для этого делаешь, развиваешься, какие-то навыки? Пытаюсь. Ну, как ты думаешь, ты лидер? Нет. Почему? Ну, у меня не получается быть лидером. Не каждому человеку способен быть лидером. Не каждый. А в твоей группе есть человек, который ты можешь назвать лидером? Нет. Ну, у меня группа в основном, если у меня есть староста, то в основном его никто не слушает. То есть на него всем без разницы. А у нас каждый сам за себя кучками. А лидер это обязательно староста какой-то, глава? Нет. Лидер это тот, за кем, например, люди пойдут и будут его слушать и думать так, как он. И принимать его мнение. Давайте те, кто считает, что лидеры нужны, поднимут руки. А те, кто считает, что не нужны лидеры? Ты знаешь, здесь прозвучал такие слова, что лидер это тот, за кем идут люди. И, конечно, первый вопрос мне хочется задать Олегу Лебедеву, потому что, да, за вами люди идут. Расскажите, вы лидер? Ну, вы знаете, наверное, любой политик и человек, который участвует в политике, развивает в себе лидерские качества. И, конечно, я бы, наверное, в первую очередь сказал, что это люди целеустремленные, люди упорные. Вот те, кто знает, чего он хочет и видит ту цель, к которой он двигается. Наверное, вот эти качества этот человек должен обладать. А вы всегда обладали этими качествами? Или, может быть, даже если в детство? Вы знаете, я всегда считаю, что вот известные слова, что лидерами не рождаются, а лидерами становятся, они, наверное, имеют право на объективную точку, да. Потому что, конечно, лидерами люди становятся в результате и обучения, и развития своих каких-то качеств. Я думаю, с самого детства воспитывает и семья, и, скажем так, спорт, например, да. Я знаю, что очень сильные лидерские качества у спортсменов, потому что это люди стараются одержать победу, тренируются. Конечно, это образование, поэтому это целый комплекс. И, наверное, это те люди, которые учатся все время, совершенствуются, поэтому учиться никогда не поздно. Светлана, а вот как вы считаете, так как вы руководитель танцевального искусства, ну, танец тоже в какой-то мере это и спорт. Действительно ли именно в спорте и в танцах в том числе можно стать лидером и проявить себе эти качества? Конечно. Я еще хотела бы добавить, что лидер – это тот человек, который может брать на себя ответственность и нести полностью ее на себе и понимать результаты принятых своих решений, потому что долю ответственности за принятые решения не каждый может на себя взять. А лидер – человек, который понимает, что он делает, как он делает, какую ответственность он будет нести за тот или иной поступок. Соответственно, это также отражается во всех сферах жизни, не только в каком-то узком, как танце или еще где-то. То есть это начинается все со спорта, с каких-то увлечений, искусства, да, и переходит в жизнь, и это становится настолько твоей четкой позицией, что по-другому уже никак. К таким людям, конечно, тянутся, потому что люди, которые не могут взять на себя какую-то ответственность, они, конечно же, будут приближены к тем, кто готов на себя взять, и их ответственность тоже. Александр, вот вы воспитываете как раз лидеров в техническом университете. Расскажите, тянутся ли к ним действительно другие люди? И кто такой, да, кто такой сейчас современный лидер? Наверное, это человек, который помимо своих собственных личных целей и задач, может формировать и создавать цели и задачи для того коллектива, в котором он, собственно, лидирует. Плюсом ко всему, безусловно, это тот человек, который умеет слушать. Умеет слушать свою команду, умеет распределять в ней роли, умеет грамотно показать и грамотно, наверное, дать возможность проявить себя своей команде и людям из своей команды, чтобы они чувствовали, что они на своем месте. А с какими проблемами лидеры сталкиваются, чтобы их услышали, чтобы над всеми руководить? Какие это проблемы? Мне кажется, в первую очередь, наверное, лидер должен не бежать впереди, наверное, своей команды, а все-таки остановиться в какой-то момент, взять тайм-аут, посмотреть на тех, с кем ему работать и произвести некую оценку. То есть мнение лидера – это не то, что за ним должны, его мнению должны прислушиваться. В большинстве случаев, по моему мнению, лидер, безусловно, должен сформировать такую точку зрения, свою, чтобы все подумали, что она их. А для этого нужно слушать, в первую очередь, слушать свою команду. Елена, у нас в гостях организатор молодежных лагерей «Актива» Алина. Алина, расскажите, пожалуйста, чему вы учите в лагерях молодежных лидеров? Каким качеством? Ну, наверное, в первую очередь мы учим не качеством, потому что качество – это то, с чем человек живет, а умением и навыком определенным – это придумать определенное мероприятие, уметь его воплотить в жизнь, уметь общаться с людьми, общаться с той самой командой, которую человек создает, будучи лидером, за ним есть определенная команда. И вот то, о чем говорил Александр, именно качественное взаимодействие с этой командой – это основной путь к успеху этого лидера. А если не получается, не получается взаимодействовать с другими ребятами, ну не идет, что, как быть? Ну, если мы рассматриваем в рамках лагерей «Актива», да, такое часто бывает, потому что команды у нас меняются, и бывают разные ситуации, специалисты рассматривают, почему, ищут причины, находят, это все анализируется, и делаются определенные выводы, а причин может быть множество, и тема человеку на самом деле неинтересна, которой, например, он занимается, может быть, он себя немножечко неправильно поставил внутри коллектива, иногда намного выше, иногда наоборот, очень понебратски, возможно, ну вот, подобные ситуации бывают. Николай, вы являетесь руководителем первичной ячейки организации «Молодежная гвардия», то есть, по сути, являетесь лидером в данном сообществе. Расскажите. «Молодежная гвардия, а не молодежная». Ну, и, пожалуй, соглашусь с экспертами в том отношении, что лидер должен обладать такими качествами, но они не упомянули два главных качества еще. Это активист, он должен быть в первую очередь активистом и волевым человеком, чтобы решать перед собой какие-то сложные задачи. Николай, чему вас научили в «Молодой гвардии» или вы сразу пришли туда и стали лидером? Нет. Сначала я был обычным волонтером, то есть, и мне нравилось этим заниматься. Но потом ко мне приходили новые какие-то качества, которые я развивал, и после этого я стал председателем и стал вести за собой людей. Что хочу сказать? Во-первых, хотел бы возразить молодому человеку, который в начале передачи сказал о том, что все хотят быть лидером. Мне кажется, в корне неправильная вообще позиция. Во-первых, этого все не хотят, да и, наверное, этого не должно быть. Не надо думать, что человек не лидер, то это там плохой человек, да, за ним не идут, у них нет друзей, либо еще что-то. Лидер — это действительно узкая группа людей, которые, правильно абсолютно сказала Светлана, готовы брать на себя ответственность и вести за собой людей. Если говорить про то, что сейчас происходят молодежные политики города Твери, то, конечно, основные выходцы лидеров, скажем так, это либо люди, которые прошли школу спорта, о чем говорил Олег Станиславович, да, это люди, которые занимались спортом, либо это общественные организации. То есть, действительно, это те институты, которые сейчас воспитывают лидеров. Конечно, не надо забывать и про высшее учебное заведение, про учебное заведение среднего профессионального образования, где также есть и школы-активы, и различные институты молодежной политики, будь то молодежные советы, студсоветы и так далее. Конечно, все эти институты также растят лидеров. Лидером становятся или им рождаются? Я внимательно слушала аудиторию и действительно услышала, что мнения относительно этого вопроса разные. И согласитесь, что это неоднозначный ответ. Становятся, рождаются, и становятся, и рождаются. Дело в том, что еще в дошкольном возрасте, когда дети социализируются в сообществе себе подобных, я имею в виду сверстников прежде всего, у них работают две глубинные внутренние мотивации. Быть как все. Это очень важно для того, чтобы быть принятым в сообществе. И быть лучше, чем другие. Для того, чтобы заметили, чтобы отличиться чем-то, чтобы привлечь к себе внимание, и чтобы завивать свою нишу в системе этих отношений. И в этом смысле потенциал быть лидером есть у каждого человека. Еще, вы знаете, я из психологического взгляда на эту проблему отметила бы такой вопрос. Совершенно верно, что каждый из нас, так или иначе, хотя это вопрос тоже такой, знаете, дискуссионный, учится и умеет принимать решения. Но ответственность, о которой мы здесь упоминали, это уже следствие решения, что немаловажно, понимаете? Вот. И если человек умеет принимать решения, значит, априори он уже принимает ответственность на себя, да? Безусловно, решение, ответственность – это неразделимые вещи, потому что если за решением не следует ответственности, то таких дел можно наворотить на самом деле. Так значит, только решение и ответственность – это и являются главные качества лидера? Нет. Потому что здесь это только нюанс. Дело в том, что ответственность за чужое решение тоже нужно уметь снести. Мало ли у нас неприятных, так сказать, обстоятельств, в которых мы вынуждены себя так или иначе идти, и мы несем за это ответственность, правильно? Это норма нашей жизни тоже. Мы не всегда делаем и поступаем так, как нам хочется, или так, как требует действительность. Но если говорить о лидерстве, то совершенно правильно. Мы говорим здесь о разных типажах лидеров. Есть лидеры формальные, то есть назначаемые, которые транслируются в взаимоотношениях через отношения начальник-подчинённый. Есть лидеры реальные, неформальные. Их часто называют эмоциональными лидерами, которые действительно, вот как здесь очень правильно было отмечено, которые вызывают доверие и априори, вот через харизматическую какую-то свою личностную составляющую, они привлекают к себе людей, да? Вы часто оказываете поддержку как раз ребятам, которые, в принципе, являются молодёжными лидерами. Но вот какие-то лидеры в основном-то, формальные или неформальные? Кто больше имеет шансов получить государственную поддержку, получить совет, вот формальные или неформальные? Кто настоящий лидер сейчас в нашей стране? Ну так, я бы, наверное, не ставил вопрос, формальные или неформальные лидеры. Вообще, наша задача на нашей Тверской земле растить этих лидеров, действительно, дать возможность ребятам реализоваться. Вот у нас есть, например, очень хорошие проекты, поскольку я являюсь председателем комитета по экономике, такие проекты, как ты, предприниматель. Вот мы часто задаём вопрос, предприниматель – это уже лидер или не лидер? Потому что мне кажется, что любой человек, который, например, решил заниматься предпринимательской деятельностью, это уже потенциальный лидер, потому что он готовится брать на себя ответственность, руководить людьми, отвечать перед налоговыми органами, сдавать балансы, трудиться порой по не 8 часов в день, а и 10, и 12, и по выходным дням. Поэтому для нас очень важно, конечно, чтобы были лидеры. Были лидеры, абсолютно правильно сказано, в общественных организациях. Это замечательная вот такая дорога, по которой многие молодые люди могут пройти, потому что общественная работа, она очень хорошо показывает, может человек развивать в себе лидерские качества, обладает он ими, задатками какими-то, готов он для этого трудиться, самосовершенствоваться, брать на себя ответственность. Это тоже очень важно. Поэтому бывают лидеры, конечно, и формальные, это те люди, которые, согласно своих должностных полномочий, в общем-то, занимают какую-то определенную ступень в иерархии. Но если этот человек не приобретает настоящие лидерские качества, то ему порой очень трудно удержаться в этом статусе, потому что любой лидер еще должен понимать, что это конкуренция, конкуренция с другими лидерами. Я все-таки за настоящих лидеров, и надо развиваться, надо не бояться брать на себя решения, но и уметь признавать свои ошибки. Это тоже черта лидера, потому что мы часто говорим, не ошибается тот, кто ничего не делает. Поэтому умение признать свои ошибки тоже очень важно. А если у него много ошибок, какой же он лидер, если он постоянно ошибается? А что в этом страшного? Пробовать и пытаться сделать что-то? На самом деле, вы знаете, лидерские качества оцениваются по результату. Вот лидер, который ведет за собой людей, у него зримые, реальные результаты, и эти результаты видят другие. Вот в чем смысл. Можно быть лидером, действительно, все предприниматели-лидеры, я абсолютно согласна, потому что действительно. Но типажи лидеров разные. Есть лидеры-исполнители, которые скрупулезно будут достигать результата, им возможны и не нужны какие-то побочные составляющие, они будут реализовывать свою цель, реализовывать свою цель, к своей задачи. Есть творческие профессии, согласитесь, в которых, в общем-то, лидерские качества как таковые, но если не быть главным редактором какого-нибудь художественного сообщества или еще чего-то, может быть художником-профессионалом. Это тоже тип лидера-исполнителя. Есть лидеры-интеллектуалы, есть лидеры-аналитики или критики. У нас, получается, все лидеры. Все лидеры. Вот я поэтому и говорю, вы понимаете, в том-то и дело, каждый реализуется в чем-то, в чем есть его сильная сторона, и вот это важно увидеть. Но сам зритель сказал, что он не лидер, и он пытается, но не знает, как. А как же мы тогда заявляем, что все лидеры? Ну, я думаю, что, наверное, это его ощущение сегодняшнего состояния, во всяком случае. То есть это еще психологическое какое-то состояние? Это как бы гипотеза, да. Безусловно, безусловно. Потому что разные ситуации, разные обстоятельства нам задают разные условия того нашего самочувствия, как мы себя ощущаем. Цветлана, а вот к вам на занятия приходят, наверняка детки маленькие. Вы как-то можете сразу, вот своим взглядом, увидеть, он лидер, а он не лидер, и его нужно научить быть более активным, более коммуникабельным? Или вам не нужно, по сути, преподавателям вот это? Ну, когда приходят дети заниматься, я вообще не очень вижу смысла разделять их на какие-то градации, лидеры или не лидеры. Есть дети, которые очень активны, которые очень хотят внимания. Но это не обязательно, что это будет лидер в натуре и по жизни дальше. То есть самое главное, когда занимаешься с детьми, сделать все возможное, чтобы ребенок тебе доверял, и раскрывать его таланты, и чтобы он не замыкался в себе, потому что разные отношения в семье, кто-то более тихий, кто-то более зажатый в физическом плане, и нужно, чтобы каждый чувствовал себя спокойно, свободно и легко получал ту информацию, которую ему дают. И очень часто те ребята, которые вроде как вначале активны, совершенно не обязательно, что потом эта активность будет каким-то образом в дальнейшем приумножаться, а наоборот те ребята, которые сначала вроде как тихо-тихо, а потом очень активно себя проявляли, и у них появлялись какие-то новые идеи, и они очень стремительно развивались в том или ином направлении. Просто здесь касаемо именно танцевального, искусство очень узконаправлено все-таки, потому что ребята, которые сегодня пришли танцевать, не обязательно, чтобы танцевать дальше. Они получили необходимую информацию здесь и пойдут проявлять себя где-то еще, используя эту информацию также. То есть я думаю, что все будет полезно, если человек пришел в данную среду сейчас, значит ему это было необходимо, и в дальнейшем ему это просто пригодится. Я вот все-таки бы поспорил с нашими дамами и хотел сказать, что все-таки давайте мы скажем, что не все талантливые люди, может быть даже успешные, они по своей сути являются лидерами. Я все-таки считаю, что лидеры – это более такое узкое понятие, это гораздо более узкая категория людей, это все-таки те люди, которые действительно могут за собой кого-то повести. Понимаете, понятно, что, конечно, любой лидер – это яркий человек, способный человек, но не каждый, еще раз я хочу сказать, успешный человек может быть лидером. Поэтому в традиционном плане, все-таки, мне кажется, лидерские качества – это вот такие. А наши эксперты, в общем-то, говорят, мне больше так кажется, об успешных людях, о людях талантливых, способных. Ну, я, да, больше о таланте сказала, нежели о лидерских качествах. Потому что на данном этапе, когда малыш еще, так скажем, еще маленький, здесь очень сложно сказать, насколько его лидерские качества проявятся в дальнейшем. То есть это только время покажет. То есть на данном этапе это сложно сделать. Можно сказать, что, да, у него есть талант, он может где-то в чем-то проявиться там и в дальнейшем развить эти лидерские качества, усилить их. То есть если они уже есть изначально. Я все-таки считаю, что эти качества, если они есть, их нужно усиливать, сделать на них акцент. Но здесь много факторов на это влияет. Но в данном случае, да, я имела в виду именно больше талантливую сторону, потому как лидерские качества здесь очень такое субъективное мнение. Александр, вы работаете со студентами, с нашей молодежью. Вот на ваш взгляд, почему одни ребята как раз проявляют активность, лидерские качества проявляют, а другие наоборот, не трогайте меня, не буду высовываться. Вот на ваш взгляд, на ваш взгляд, почему... Экзамен сдал и забыли, кто такой. Да. Почему так происходит? Наверное, все хотят спокойствия какого-то своего внутреннего. А у лидера спокойствия не бывает, потому что... Все-таки я так дополнить коллег хочу, да, и соглашусь, наверное, с Олегом Станиславовичем, что лидеры – это некая комплексная личность, да. То есть в ней сочетаются не только творческие какие-то порывы и возможности, но это эмоциональная составляющая, это интеллектуальная составляющая, организационная, коммуникационная, стрессоустойчивая. То есть это составляющая, которая, например, в рамках тех же лагерей актива, вот Алина не даст соврать, проверяются на самом деле делами. Самое главное – лидер проверяется своим делом. Только тогда, когда мы погрузим человека, кинем нам бразуру или дадим сделать дело, нужное, важное, организовать мероприятие, не знаю, столкнуться в этом мероприятии с проблемами, например, даже искусственно созданными, вот только тогда здесь в комплексной оценке можно сказать о том, лидер это или нет. И также вот процентное соотношение 5%. На самом деле, если мы говорим о лидерских и таких активистских качествах, то общий процент по стране, да и в мире, наверное, пожалуй, это 5-10%, не больше, к сожалению. А может быть и к счастью, что есть определенная прослойка людей, которые обладают теми самыми лидерскими компетенциями, которые слышат других и могут их за собой вести. Хотя мне не нравится вот этот термин «вести за собой». Наверное, это не очень хорошо. Все-таки главное здесь, наверное, чтобы к твоему мнению прислушивались, чтобы ты мог слушать, мог организовать, окружать себя последователями. Да, вот эта позиция мне здесь больше нравится. Александр говорил о студентах, да, могут быть они лидерами или нет. Я хочу дополнить то, что лидерские качества еще прививаются нам, да, или раскрываются чуть раньше на этапе уже, например, школы. Если малыш до школы еще находится на уровне такой вот общей среды, то в школе уже у него идет такая большая обучающая работа. И я бы сделала большой упор на подготовке ребенка именно в школе на развитие его организаторских способностей, на развитие его организаторского своего времени, да, некий тайм-менеджмент, ну, для ребенка. Умеет ли он делать уроки, на самом деле, правильно? Это же тоже очень важно, да, очень многим под палкой родители «иди, делай уроки, иди, делай уроки». Евгений, у вас есть дети? Спасибо за вопрос. Детей у меня пока нет. Ну, вот, когда они появятся, вы будете воспитывать в них лидерские качества? Конечно, каждый нормальный родитель ответит, что будет. Конечно, я буду воспитывать. Но, опять же, я бы не, скажем, не рассматривал понятие лидерства вот в широком формате, как это Оксана предлагает, что каждый успех ребенка – это все лидер, все молодец, красавчик, пятерку получил, все лидер, Сашенька молодец. Как бы я бы все-таки как-то более, наверное, узко, да, смотрел на эту категорию. Лидер – человек, который, действительно, может вести за собой толпу, ну, там, в хорошем или плохом смысле этого слова. Опять же, лидер зачастую это не обязательно положительная окраска данного слова. Мы сейчас говорим, что есть общественные организации, там, секции спортивные и так далее. Лидеры, да, но есть люди, которые во дворе говорят, пойдем покурим за гаражей, идет 110 человек курить. Это тоже лидер. Вопрос, что делать с этими лидерами? Кто не доработал? Там, администрация, общественная организация, родители, школа. Поэтому, если все-таки говорить о лидерстве, то, наверное, речь должна идти о тех людях, которые ведут за собой других людей и, ну, какую-то им философию свою толкают, будь то политическую, общественную, спортивную, негативную, позитивную, преступную и так далее. То есть вот этот человек как раз-таки является лидером. А все остальное – это действительно воспитание, творчество, там, не знаю, успех. Я считаю, что во многом от того, каких лидеров мы растим, какими лидерами они становятся, все зависит от той общественной и социальной среды, от того общества, в котором эти лидеры, скажем так, произрастают, развиваются и так далее. Поэтому наша задача, конечно, и, как правило, все-таки мы говорим так, что лидеры заражают людей все-таки какими-то благими целями, да, потому что, ну, я далек все-таки от того, что, конечно, есть неформальные лидеры и в криминальной среде, да, и в какой-то другой, скажем так. Мы это все прекрасно понимаем. Но в целом наша задача, безусловно, и помогать лидерам, и дать им возможность развиваться, реализоваться, зародить своими лидерскими качествами других людей, это очень важная и большая работа. Елена, я послушал наших экспертов, и вот у меня возникла такая мысль. Я понял, что лидерство и успешность, это абсолютно разные вещи, да, потому что есть вообще еще с советских времен, мне кажется, даже еще раньше, была такая идея, не высовывайся. Не высовывайся, и тем самым ты достигнешь благополучия, успеха. Успеха, да. Но сейчас у нас все по-другому в наше время. Наоборот, нужно толкаться локтями, стремиться вперед, чтобы добиться успеха. Нет, нет, потому что лидеры, они же не все достигают успеха. А вот наоборот, не высовывается, тихонечко сидит, и может он как раз успешен в этом. Это для своего состояния успешен. Как вы считаете, уважаемые зрители, лидерство и успешность всегда идут бок о бок? Или можно быть успешным и не лидером? Или лидером и не успешным? Кто из вас считает, что лидер и успех взаимосвязанные вещи? Поднимите руки, пожалуйста. Человек-лидер и человек-успешный, они всегда уверены в себе, и мне кажется, это как-то сильно взаимосвязано. Лидер должен быть успешным, он должен всегда знать, что делает, и в этом добиваться успеха. У него должны быть свои цели, и когда он их добивается, он становится успешным и в своей области лидером. Так, а кто считает, что лидер и успех не взаимосвязаны? Что можно быть успешным и не лидером? Лидеров на самом деле много, просто они направлены в разные русла. И те, кто люди, лидеры, уже более успешные, им просто так повезло, что они добились какого-то успеха и в это время были тоже лидерами. Просто может успех добиться разными путями. Может, кому-то досталось, может, вообще случайно попалось. И он просто продолжил это дело и все. Ну вот художник сидит, рисует какой-нибудь пикассо. Ну, это не совсем лидер, я считаю. Потому что лидер, он должен добиваться успеха, а не сидеть там тихо, один и рисовать. Очень важно, чтобы человек, конечно, перед собой, лидер ставит перед собой какие-то серьезные цели и задачи. Тогда он может заразить этим окружение, свой коллектив, свою команду. И развивать это нужно и в учебе, и в спорте. И, конечно, лидер должен обладать определенными качествами, кругозором определенным. Конечно, если лидер будет неуспешным, это тоже будет играть ему, наверное, в минус. Он не будет тогда таким показательным примером для своей команды, для своего коллектива. Но этот успех тоже дело такое неуловимое. И вообще настоящий лидер, я думаю, он должен все время учиться, все время совершенствовать себя, вести вперед своих людей. Ну и задачи, и цели могут определенным образом меняться и трансформироваться. Поэтому я всем желаю родителям, нашим педагогам, учителям растить настоящих лидеров, патриотов нашей Тверской земли. Развивайтесь, смотрите вперед, не сдавайтесь. Не отступайте назад. Ну а именно структурам, которые занимаются работой и выявлением лидерских качеств, назовем это так, системности, самое главное сейчас, собраться, надо собраться всем вместе, выстроить эту систему, тогда все будет хорошо. Мне кажется, что все-таки лидер – это человек, который не обязательно должен быть сразу привязан к команде какой-то определенной. И научиться слушать команду – это очень хороший лидер. Поэтому, наверное, я присоединюсь к Александру и пожелаю всем лидерам научиться не только слышать, и еще и слушать, сделать выводы определенные для себя о том, что тебе говорят, и то о том, что говоришь ты. Потому что это очень важное качество любого человека. К сожалению, как показывает опыт, не все это умеют делать. Ну и в первую очередь, да, делай выводы изначально из самого себя. Чтобы стать лидером, что надо? Прежде всего надо трудолюбие и инициативность. Всем успехов, все получится. Алина? Уметь организовать свое время и свою жизнь. А для этого, наверное, надо читать книжки соответствующие. Николай? Не отступать от поставленных задач, то есть идти к своей цели и никогда не отходить от задеянного. Чаще обращайтесь к своему внутреннему «я». Действительно, от нашего внутреннего «хочу» зависит то, что нас ждет впереди. Поэтому если мы сами перед собой честны и сами себя слышим, как тут совершенно правильно сказали, тогда у нас есть все потенциалы, все возможности для того, чтобы развиваться, двигаться, ошибки будут. И неудачи тоже, но вы их преодолеете, если вы будете видеть ту перспективу, в которой вы движетесь. Не отступайте, трудитесь, будьте всегда в позитиве, и тогда у вас все получится. Аплодисменты. Лидер не должен быть исключительным или лучшим в чем-то. Самое главное, чтобы он притягивал к себе людей. И не важно, будет ли ваш ребенок лидером, главное, чтобы он вырос любимым и уверенным в себе человеком. Это было ток-шоу «За семью печатями». До встречи! Аплодисменты. 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 Аплодисменты.